Получив самодельную радугу, на разложении света спектр Ньютон не остановился. Разложение белого света показывало спектр составляющих его цветов, но что из себя представляет каждый отдельный цвет? Чтобы понять, можно ли разложить спектральные цвета на еще какие-нибудь составляющие, он просто выделил при помощи узкой щели один цвет и повторно пропустил его через такую же призму. На экране был только этот цвет. Это доказывает, что спектральные цвета являются излучением одной частоты, то есть волнами одной длины, в отличие от белого света, который является совокупностью излучения множества частот. Итак, важный вывод. Каждая частоте видимого диапазона спектра соответствует определенный цвет. Если быть точнее, то это мы так воспринимаем излучение соответствующих частот, подобно тому, как мы воспринимаем звуковое излучение как низкое или высокое. Ньютон, разобрав солнечный свет на составляющие, смог собрать его обратно, просто пропустив через перевернутую вторую призму все полученные при разложении цвета. Но самое интересное для нас в опытах Ньютона состоит в следующем. Если взять два спектральных цвета и сложить лучи, то получим промежуточный цвет в спектре. То есть ощущение, которое наш глаз получает от излучения одной частоты, можно получить от суммы излучения других частот того же диапазона. Почему того же диапазона? Если мы будем светить инфракрасным и ультрафиолетовым источниками, то мы лишь испортим глаза, но зеленый луч не увидим. Возьмем эти два цвета. Сложим. Получим промежуточный. Причем, если менять соотношение яркости и лучей, то результирующий цвет будет смещаться по спектру в сторону более яркого. Таким образом можно складывать спектральные цвета, получается промежуточный между ними.